Всем привет! Ничто не предвещало того, что вы сейчас увидите. Я только что приехала домой, получаю сообщение в WhatsApp. Присылает мне видео знакомая и пишет, Ирина, смотрите, что я нашла. Сейчас кадры я вам ставлю, вы увидите, что она нашла. Ну и, конечно же, написала я для видео, взяла эту орхидею для вас. Как это было, посмотрите. А я пока съезжу за орхидейкой. Короче, на листьях вот такая фигня. Не знаю, что это, какие-то наросты. Как будто вредители. Не знаю, может нет. Корни вот такие. Есть зеленые вроде, листья такие. Вот. А цветы даже есть не раскрученные. Такие вот прикольные. Выглядит, конечно, не очень. Два цветоноса. Цвет вот такой. Но больше меня, например, вот эта штука напрягает. Что это, непонятно. Ну что, вот она, красота. Брезгливости моей, конечно, нет предела. Она вся поражена щитовкой. Сейчас я вам покажу. Вот цветы. Всё. Идём. Будем обрабатывать. Будет просто трэш-контент. Это ресторан для щитовки орхидея. Ну что, приступаем. Там всё в щитовке. Я вам сейчас покажу. Мне когда показали... Ну вот знакомая, видите, как она сердобольно отнеслась. Она знает, что я там или сям постоянно спасаю растения. И сообщила, не дождавшись ответа моего, говорит, я её всё равно взяла. Корни-то зашибенные. Девчонка, у меня сейчас... Я не выбираю слов. Но вот корни у неё обалденные. Смотрите. Но показываю вам. Здесь ресторан для щитовок. Сейчас возьму другую видеокамеру с индивидуальной подсветкой. И сниму вам эту красоту... Ой, ещё и корешок растущий. Но выжелтевание листьев сейчас на этой орхидее происходит из-за того, что орхидея поражена вредителем. Щитовка для меня это самый лёгкий вредитель, с которым можно справиться за один раз. Так, поехали. Здесь, вот она везде сидит. На цветах она тоже сидит. Так, сейчас. Сейчас я вам покажу. Так, давайте смотреть. У меня, конечно, сейчас перчатки будут немножко шуршать. Вот это, смотрите. Видите? Щитовка. Под вот этим щитом находятся кладки. Здесь есть взрослая особь щитовки. Она вот такая блестящая, глянцевая. Здесь есть молодые щитовки, которые ещё имеют не сильно, видите, вот она, не сильно плотный, вот этот роговевший защитный слой на себе. Вот они. Они видны. Так, дальше. Все цветы ею поражены. Вот она сейчас. Вы, наверное, там с определённым чувством некой брезгливости смотрите на это. Но поверьте мне, такие видео тоже нужно показывать. Вон она, красота сидит. Чтобы вы понимали, что такое щитовка и как за один раз с ней справиться. Смотрите, орхидейка так хочет свистеть. Она так хочет жить. Она с бутоном. Но её вот вытряхнули из горшка, выкинули, потому что корни, посмотрите, все до единого корни практически обалденные просто. Даже есть растущие. Я не знаю, сколько эта орхидея находилась на мусорке. Жёсткая, конечно, история, жёсткое видео. Но как есть, показываем вам. Вот они молодые. Столуются вкуснятиной, питаются, высасывают соки. Ну, надеюсь, вы поняли, да, про что я говорю. Значит так, поступаем мы с вами следующим образом. А ещё я вам хочу показать, в каком грунте росла эта орхидея. Видите, универсальный грунт для орхидеи. И как хорошо сохранилась корневая система в этом грунте. Очень влагоёмко. Ну, знаете, грамотно содержали, грамотно поливали, что корневая система в этом грунте замечательно выглядит. Я сейчас подумываю сделать некий эксперимент, но о нём я вам расскажу в одном из своих следующих видео. А сегодня работаем здесь. Срезаем цветоносы. Естественно, всё на выброс. Пакет, в котором она ехала, я сейчас всё сделаю как положено. Потому что нужно мне не заразить мою коллекцию. Вот эти вот штучки я обработаю спиртом. Вначале в кипятке промою, потом спиртом. Поэтому это я выбрасывать не буду. Отрезаю все-все цветоносики. Но какие-то участки цветоносов я всё равно оставлю. Этот под основание. Сухой цветонос. Охидея обалденная. Видите, три цветоноса на речке. Обалдеть. Как она цвела в этом грунте. Да, эти грунты универсальные. Они, конечно, очень плодородные. Вот она, красота, сидит. Ох, кикимора. Ну всё. Настал час икс для вас. Нечего есть растения наши. Всё на выброс. Вот это. Так, вот эти штуки я не люблю. Ну ладно. Возьму наследство от прежних хозяев. Сейчас полностью промою кипятком это дело. Дальше. Корневая отличная. Вы видите, да? Есть некоторые корни, которые примыкают к зелёной части ствола. Они все попересохли. В результате того, что, конечно, засоленность грунта на поверхности она была. Вот. Я сейчас их уберу. Они мне как раз не будут мешать. Снимать листья. Снимаю все листья. Оооо. Поражённые. Разделяем пополам. Срываем, как обычно. Стволик. Конечно, всё там. Они выедали. Эти паразитки. Все-все листочки. Всё вот это жёлтое убираем. С такой хорошей корневой системой потеря листьев этой орхидеи, конечно же, это следствие поражения вредителя. Когда вредитель пьёт соки, начинают меняться ткани, ткани начинают терять влагу, повреждаются вредителем. Ну и всё. Начинает орхидея жёлтеть листья и сбрасывать их. Пытается справиться с тем нашествием, которое в определённый момент случается. Вот так. Все остатки от сорванных листиков я убираю и до конца зачищаю все плохие корешочки. Результат сейчас я вам покажу. Вот смотрите, я здесь всё практически подзачистила, но нет. На первый взгляд казалось, что корни, в принципе, все хорошие. Нет. Корней много плохих, сухих. Есть корни частично подсушенные, частично сохранённые. На хвостиках такие я буду оставлять. Так, количество пар листьев, всего лишь 4 штуки осталось. 4 листа, 2 пары листьев. Это, в принципе, немного. Для остатка корневой системы всё хорошо. Вот вы видите, сейчас я уже укоротила стволик этой орхидеи где-то на пару сантиметров. И рассматриваю, конечно, вопрос о ещё укорочении стволика, но не факт. Потому что, потому что здесь хорошие корни уже. Так. Ну вот, промежиточный результат. Стволик чистенький. Орхидея сейчас освободилась, по крайней мере, в нижнем уровне от этой напасти. Сейчас я буду делать следующее. Кстати, это орхидея мантрё. Кто знает, да, тот знает. Кто не знает, я сообщаю. Орхидея мантрё у меня такая есть. Я узнаю стиль её произрастания. Большая, раскидистая, очень живучая, красивая орхидея. Ну что, что сказать. Люди мы не гордые. Почему бы не помочь? Неприятности эту мы переживём. Да, неприятности эту мы переживём. Как Леопольд песенку пел. Всё. Я что дальше делаю? Потихонечку ещё нахожу, что можно убрать и срезать. Тут постепенно отрезаю. Всё, что сошлось с неё, идёт у меня на выброс. Но это естественно. И орхидеюшку эту сейчас я буду санировать, обрабатывать. Вот, корней осталось немало. Кладём в таз. Очень горячей водой я сейчас смываю всё. Это обязательно делать. Орхидею, конечно, я горячей водой мыть не буду. Но помыть корешочки, конечно, можно. Вот в этой ситуации, в этом случае. Теперь, следующий этап. Необходимо убрать все особи, которые находятся на цветоносах, на листьях и на стволике. Я это делаю при помощи спиртосодержащих составов. Какие у вас есть? У меня вот спирт, чистый спирт с серебром. Так. Почему использовать нужно спиртосодержащие составы? Потому что клейкая основа, на которую щитовка себя крепит, крепит свои кладки, она очень хорошо снимается именно спиртосодержащими составами. Клейкая – это основа. Поэтому я сейчас опрыскаю листочки все. Смочу очень сильно ватный диск спиртом и протру все-все листья. Уберу особи, все, которые находятся на листьях. У меня было уже, единожды, правда, было такое, что орхидея была прожжена щитовкой. Одна обработка октарой. Я чисто механически спиртом сняла все вот эти вот ползущие дряни, закрепленные на листьях, и потом полила октарой. Все. Как бабка пошептала. Нет спирта – возьмите водку. Водка вам в помощь. Вот они, заразки. Вот они. Вот, видите? Ой, я думала, тут щитовка. Нет, тут пузырек, схлопнувшийся на листочке. Обязательно по максимуму нужно все собрать. Щитовка является насекомым вредителем, поэтому в борьбу с насекомыми вредителями на растениях, в данном случае на орхидеях, мы ведем инсектицидами. Стволики, все цветоносики. Прямо вы обращаете внимание на пространство, где чешулички. Все, все убираем. Все тут в них. Красота какая. Очень хорошо они прям отклеиваются сразу. Ну и одновременно водка, спирт, вот этот ДЭС-состав, он, конечно, и делает, как бы, профилактику от фторинфекции после поражения вредителем. И вот сейчас, после всего, я беру воду, вода, температура где-то градусов 40-45, вот так. И сейчас я ее всю промываю. После того, как я собрала всю заразу с листьев. Такая достаточно теплая вода, буквально минута-две. Все, потом всю я водичку вылила. И сейчас я вот мою ее вот такой тепленько-прохладненькой водичкой, комнатная температура. Вот именно применение теплой воды, проникновение, да, достаточно теплой, на грани с горячей, также поможет мне. Вдруг там что-то внутри, в пазухах осталось. Видите, я с ней вообще не церемонюсь. Ну все, я это сделала. Теперь я оставляю орхидею вверх тормашками сохнуть. Ну пусть водичка стекает, все стечет, потом я ее еще просушу до полного высыхания листиков. А потом использую инсектицид. Я сейчас пойду посмотрю, поищу, что у меня есть в нормальном сроке годности. И мы вместе с вами сделаем обработку этой орхидеи инсектицидом. Препаратом от вредителей насекомых. Все, я пошла делать раствор. А все, чем я работала, я вот сейчас налила прям почти кипяток. Ну, наверное, градусов 70. Вода. Все это у меня сейчас минут 10 в этой горячей воде полежит. Ну, а потом спиртом. Естественно, спиртом все обработаю. У меня 4 литра теплой воды. Температура воды градусов 33, где-то так. И 3 мл препарата Аберон Рапид. Это инсектицид. Почему я сделала выбор в пользу него? Потому что длительная защита после обработки. Аберон Рапид. У меня есть и Батрайдер. У меня есть и Актара. Каких только препаратов у меня нет. Можно брать все, что хотите. Разбавляйте по инструкциям от производителя и обрабатывайте ваши растения. У меня сегодня так. Все. 3 мл на 4 литра теплой воды. Обязательно работайте в перчатках. Не забывайте про индивидуальные средства защиты. хорошенечко размешать. Я сейчас отсюда уже текаю. Видите, я не опрыскиваю ее сегодня. Нет. Я сегодня буду ее топить в этом растворе. Я понимаю, что сегодняшние видео вызывают у вас чувство отвращения. У меня тоже такое бывает. Когда я ее в руки взяла, у меня все. Мне захотелось просто в кипятке помыться самой. Но мы с вами люди разумные. С горячим сердцем и холодной головой делаем все правильно и получаем результаты. Ой, ну что, топим. Красоту. Я буду ее крутить. Как бы неэкономично, нерационально было брать больше воды. Поэтому вот она у меня вот так помещается. Я через полчасика приду и переверну ее на другой бочок. В общей сложности орхидеи у меня в этом растворе полежит где-нибудь час. Потом я ее достану. Поставлю также в этот тазик вверх тормашками, чтобы все из пазух у меня утекло. И все. И так оставлю завтра до утра. Вообще время подхода после обработки к растениям, после применения Аберон-Рапит, там нужно выдержать. Поэтому я посмотрю. Может быть, я ее на передержку поставлю в какую-нибудь стеклянную вазу на недельку. А потом я буду уже ее сажать. Ну и так далее. Все, что необходимо делать для этой орхидеи. Пока вот первично все, что нужно было вам показать при работе с подобными растениями, с подобными проблемами, я сегодня вам показала. Все. Конечно же, обязательно будет снято видео, как мы вместе с вами ее разместим. После вот таких хороших обработок все равно растения нужно ставить на карантин. Здесь как бы нужно выдержать хотя бы 21 день, чтобы потом посмотреть растения. Ну и завести ее в коллекцию уже, будучи уверены в том, что орхидея полностью освободилась от этой заразы. Вторичной обработки после применения этого препарата не требуется. Все. Вот такое у меня видео. Мы плаваем, купаемся и освобождаемся от этой заразы. Ну а я желаю вам всего доброго, здоровья, благополучия. Пишите, как вам мой сегодня тренж-контент. И вот такой уютный ресторан в виде орхидеи для вот этой заразы, которая просто нагло жрала эту орхидею. Ну вот такое бывает, к сожалению. Видимо, хозяйка побоялась, что не справится и отправила эту орхидею на помойку. Все. Ну а я тут как тут. Желаю вам здоровья и еще разочек благополучия. Всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока. До новых встреч!